В послании главы государства определены направления экономического развития Казахстана, было поручено развивать производство, озвучена актуальность выпуска казахстанской продукции. Для этого необходимо создать благоприятные условия для инвесторов, будут приняты стимулирующие меры для того, чтобы бизнес отдавал приоритет обрабатывающей отрасли. Акмолинская область – аграрный регион, поэтому возложенные задачи по развитию отрасли сельского хозяйства особенно важны для местных жителей. Необходимо повысить производительность труда в отрасли. Для этого стоит использовать передовые технологии. Важно развивать агронауку. Таким образом, перед регионом стоит задача стать главным аграрным центром на Евразийском континенте. Как мы обещали, правительство продолжает поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Наш президент в своем послании призвал поддерживать молодежь, так как она является будущим страны. В настоящее время мы поддерживаем молодежь с малых лет, чтобы в будущем, когда они вырастут, они внесли свой вклад в развитие Казахстана. Большое количество студентов, окончивших учебу, нередко идут работать не по профессии. Причиной этого служит низкая заработная плата. Из-за этого наблюдается нехватка кадров. В связи с этим, как сказал президент, будет повышена средняя заработная плата. Так молодые люди, окончившие университет или колледж, смогут работать по своей специальности и смогут приносить пользу своей родине. Это станет большой мотивацией для каждого гражданина вносить свой вклад в процветание будущего нашей державы.